В редакцию нашего телеканала обратились жители московского района Твери. Горожане жалуются на плачевное состояние улицы Резинстроя. На протяжении последних нескольких лет здесь регулярно ремонтируют коммунальные сети. Однако территория после этих работ в порядок никем не приводится. Как итог, отсутствие дорожного полотна как такового, горостроительного мусора, повсеместные ямы и колдобины. Жители домов на улице Резинстроя в отчаянии. Вот уже более пяти лет они пытаются добиться от городских властей приведения в порядок вот этой дороги. Череда ремонтов на коммунальных сетях привела к тому, что асфальта здесь практически не осталось. А тот, что есть, весь в ямах и выбоинах. Последние раскопки здесь были в 2019 году, перед зимой. Нам сказали, что все закатывать будут в асфальт, все положат тротуары, все будет замечательно. До сих пор мы видим вот такое. А видят жители окрестных домов, а вместе с ними увидела и наша съемочная группа, картину крайне неприглядную. Часть улицы Резинстроя перегорожена бетонными блоками. Владельцы личных автомобилей вынуждены добираться до своих дворов объездными путями. На дороге куски старого асфальта и песок. О том, что за Резинстроя давно никто не брался, свидетельствует вот эта достаточно высокая растительность в том месте, где раньше было асфальтовое покрытие. Еще хуже ситуация становится в пасмурную погоду. Огромные ямы наполняются водой, и в этих лужах автовладельцы рискуют оставить бампер. Водители, которые жертвовать личным транспортом не хотят, вынуждены грубо нарушать правила дорожного движения и ехать по тротуару. Один из таких, завидев нашу съемочную группу, посовестился и сдал назад. Вместе с автомобилистами страдают и пешеходы. Для них передвижение по улице Резинстроя и в сухую-то погоду представляет из себя сложный квест. А с началом дождей вовсе кажется невозможным. В дождливую погоду, вот как сейчас, улица превращается в настоящее озеро. И чтобы как-то перебраться на другую сторону, жильцы выкладывают вот такие камни. Но не упасть на них очень сложно. Трудно представить, как по таким самодельным дорожкам передвигаются пожилые люди. Наверное, в периоды, когда на Резинстрое разливается река, они предпочитают из дома не выходить. Впрочем, даже в своих квартирах от того, что творится здесь, говорят местные жители, им не спастись. На одном из участков можно наблюдать парящее отверстие в плите. Находится оно прямо под окнами одного из домов, и вся влага, рассказывают жильцы, оседает в комнатах и подъездах. Стены все черные, все, обои все отваливаются. Она парит постоянно. У нас в подъезде такая же, потому что это все вот так. Вода вся идет в подъезд, и вонище в подъезде. В попытках добиться от городских властей приведения улицы Резинстроя в порядок, местные жители неоднократно писали официальные письма и обращения. Однако, как правило, все ответы сводятся к одному. Последний из них получил активист Константин Кропачев. Тверская администрация мне ответила на пост в Инстаграме. Ответ был достаточно лаконичным. Значит, он звучал следующим образом. Ремонтом улицы Резинстроя занимается Тверская генерация. Что ж, свой запрос в городскую администрацию только уже не в Инстаграме, а на официальный электронный адрес отправил и наш телеканал. Там нам дали понять, что за все, что происходит на улице Резинстроя, начиная ремонтом теплосетей и заканчивая приведением в порядок территории по окончании работ, отвечает Тверская генерация. Все вопросы, связанные с деятельностью ресурсоснабжающей организации на этом участке, наш телеканал направил в профильное министерство Тверской области. К сожалению, предоставить оперативный ответ на наш запрос там не смогли. Мы продолжим следить за ситуацией на улице Резинстроя и расскажем вам, какие ответы получили от энергетиков. Продолжение следует...